Сообщение о переходе Центрального банка Азербайджана к свободному плавающему курсу замедлило темпы активности на рынке недвижимости. Участники рынка, инвесторы, продавцы и покупатели перешли к тактике в ожидании. В результате количество сделок на рынке недвижимости сократилось на 75%. Единственный сегмент, на котором по-прежнему наблюдается небольшое оживление, остается земельный рынок. На земельном рынке цена, средняя стоимость земельных участков относительно ближе к покупательной способности населения. В окраинах города сотка земельных участков стоит в среднем 4 тысячи монад. Ну, каждый реальный покупатель сможет приобрести пару соток этих земельных участков. Две сотки земельных участков стоят где-то 8 тысяч или 10 тысяч. И строить на этом участке дом за 30 тысяч, за 35 тысяч запрос можно. Таким образом, за чертой города небольшой дом с приусадебным участком стоит в пределах 50 тысяч монадов. Это порядка 32 тысяч долларов. Прост вызван тем, что за такую сумму в пределах города в лучшем случае можно будет приобрести однокомнатную квартиру. На следующий день мы наблюдаем дисбаланс между покупательной способностью населения и средней ценой недвижимости, особенно жилом недвижимости. Средняя цена жилом недвижимости опережает покупательную способность населения где-то порядка 50%. И, наверное, активность рынка будет находиться на самом низком уровне до тех пор, пока не восстановит нарушенный баланс между этим сегментом. По мнению эксперта, средняя стоимость жилой недвижимости к середине 2016 года составит 1000 долларов за квадратный метр, а стабильный тренд роста наступит не раньше 2018 года. Владислав Ащишин, Талих Махмудов, CBC